Итак, трудности, трудные проблемы сознания. Напомню ситуацию, у нас есть человек, в него, значит, идут какие-то там потоки данных, ну, потоки, не потоки, но так или иначе, в общем, он живёт в неком, как это называет Александр Унгольд. Он нечто воспринимает. Он нечто воспринимает, все эти восприятия каким-то образом перерабатываются. Это разве восприятие уже? Ну, я не знаю, ощущение, да, правильно сказать? Не ощущение, то есть просто некий поток данных. Да, да, некий поток. Хорошо, да, да, в общем, это, можно сказать, выгорит теории так же, да. Некий поток данных на выходе вот этой чёрной, чёрного ящика получается, во-первых... То есть чёрный поток идёт, чёрные данные. Да, некоторые действия, да, некоторые последствия, ну, то есть, скажем, некоторые воздействия оказываются на него, он как-то действует. Вот. При этом мы не говорим пока, как бы, про то, сознаёт он там что-то, не сознаёт. Просто вот так работает эта машинная аналогия. Мы поговорим, да, почему, как бы, человека так пытаются понимать через автомат. А может, и не будем говорить. Но смысл в том, что вот так работает автомат. Так работает и муравей, в принципе. Вот у него тоже есть некий здесь поток данных. Он другой, может быть, собственно, у него другая, может быть, размерность, другие, как бы, характеристики. У камня третий, у электрона четвёртый, у, там, позитрона пятый, да. Вот, собственно, и вот то, как широк вот этот... И каков он вообще этот поток данных определяет, ну, вот, скажем, этот умвольт, в котором живёт это нечто, этот автомат. Ну, и они, соответственно, перерабатываясь, приводят к каким-то действиям. Всё бы было бы хорошо, все бы были бы автоматы, если бы не возникало здесь ещё какой-то, как выражается, Александр картинки. То есть, словно бы есть некоторый экран, ну, понятно, что это аналогия, вот, с какими-то своими граничными, там, условностями. Есть некий экран, на который, так сказать, некоторые результаты этой обработки, причём не сами данные, естественно, а результаты обработки, да. То есть, уже в некоторых образах, уже в каких-то целостностях проецируются. И вот этот странный автомат, он, как бы, их ещё и наблюдает. Вот, и вот, мне кажется, что, ну, и, собственно, странная и трудная проблема создания состоит в том, что, а зачем вот всё это? Зачем? Если, как бы, и так всё работает, да? Вот, и так, как бы, данные перерабатываются и приводят, как бы, к определённым действиям. Ну, нужно сказать, что в определённой концепции, вот, в материалистической концепции мозг работает, там нейроны все зацепляются только как зубчики друг за другом, и в конечном итоге мы имеем действие. Да, да. А то, что это каким-то образом дано, вот, сопровождается, как бы, да, сопровождается. Кино, как мы, сейчас, да, вы называете... Да, вы называете... Чарли, 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 чарли в последнее время называются таким... Кино, да. Это нам прокручивают. Да, кино, потому что это, вот, как бы, такое комплексное восприятие, здесь не только картинка, да, но и звук, там, мысли, чувства, эмоции, это всё же много чего, да. Вот проблемы этой схемы начинаются тогда, когда, скажем так, когда вот это кино мы попытаемся отличить от гипотетического кино, которое есть здесь. Вот, если, допустим, мы это кино каким-то образом засняли, да, зафиксировали, вот, ну, скажем, вот, наша видеокамера, да, которую мы можем использовать для съёмки происходящего, она мало чем отличается... Вот, точнее, нет, с видеокамерой плохой пример. В общем, я хочу сказать, что если здесь есть некоторая картинка, в самом общем смысле, то можно себе представить, что эту картинку, она же тоже, как бы, обладает какими-то, там, характеристиками, дифференциациями, можно было бы как-то подать сюда, вот, и с ней бы что-то происходило. Но это невозможно, да, это другая совершенно ситуация. То есть я хочу сказать, что с этой картинкой она не используется в качестве вот тех данных, которые обрабатываются. Она просто дана. То есть и отношения вот этого автомата к ней, вот эти вот отношения, да, совершенно иные, нежели его отношения к данным. Ну, да. Вот. Это... Так вот... Вы еще заметите, что картинка запаздывает сильно. Она запаздывает, да. Она не является причиной... Сказать нельзя говорить, уже нечего искажать. Она вводит какой-то сущности. Да, она что-то вводит, она не является причиной происходящего и так далее, да? Да, я могу здесь добавить некоторые эксперименты, не эксперименты, а болезнь такая. Когда человек слепой, но видит картинку, он полностью уверен, это вот исследование, болезнь такая, что он видит, но идти не может. Он пытается, натыкается, он говорит, я вижу, все, я не слепой, я же вижу. Вот. Но по его действиям понятно, что... Это часто бывает такая. Редко, редко бывает. Это, кажется, болезнь Васи, как это называется, очень редкая болезнь, но такая бывает, что человеку... Картинка дана, а... Ну, это тоже сон, да? Картинка там дана, а откуда она? Потом повязку сняли, да? Нет, не повязку сняли. Так вот, я на что хочу обратить внимание, да? На то, что вот здесь, да, хоть я и сказал, что автомат по-другому относится к данным, нежели к этой картинке, здесь ни про какое отношение говорить невозможно. Вот. Он просто как бы перерабатывает эти данные, но он к ним не относится никак. Вот. А здесь возникает отношение. Причем как бы отношение в чистом виде, которое, так сказать, как мы видим, вообще ни к чему не приводит, да? То есть просто я хочу сказать следующее, что вот это определение сознания как способности соотнестись, без него здесь не обойтись. Потому что невозможно объяснить вот это, не превратив автомат в то, что может с чем-то соотноситься. Если бы как бы это отношение было не отношением в том смысле философском, которое мы с Булатом употребляем, вкладываем в это, то эта картинка автоматически была бы потреблена, как и другие данные. Она бы просто как бы была съедена и отправлена с запаздыванием, не с запаздыванием. Но автомат больше ничего не умеет делать, кроме как данные, какими они бы ни были, да? Перегонять через себя и выдавать что-то на выходе. Здесь же он демонстрирует нечто совершенно иное. Он как бы стоит перед предметом, понимаете? И, собственно, вот это мы и называем сознанием с Булатом. И мы говорим, что уникальность, так сказать, человека в сравнении с муравьем состоит в том, что у него есть это отношение. А муравей, мы, конечно, не можем внутрь него вдвыть, да? Но до тех пор, пока муравья понимают как некий биологический автомат, он действует именно так. То есть он просто как бы на вход приходит что-то, перерабатывается и что-то... Это не только мы говорим, мы говорим вместе с нами и коллеги, и... Да, да, ну, в общем, это вся традиция. Значит, когда же подъевается тут эта картинка? Что? Когда она появляется у кого? У нас? У нас? У нас есть? Ну, видимо, нет. У лошади нет? Мы не можем как бы... Проблема в том, что эту картинку можно наблюдать только... А, например, я не знаю, может быть, у вас. Может быть, тоже нет у нас. А, да, нет, нет, поэтому... Ну, у меня есть. Это не значит, что, на самом деле, если мы начинаем с вами общаться, вдруг выясняем, что у вас есть. Раз вы есть некие... Ну, я с собакой начинаю общаться, и если я вижу, что она как-то даже эмоционально реагирует... А, более того, коты, собаки видят сны. Да. Видят сны. Значит, эта картинка у них есть. И они как-то к ней относятся. Сны видят, да? Сны видят. Видят сны. Видят сны. Они там ловят что-то, дергаются, бегают. Ловят. Это одна картинка, не сама картинка же, правильно? Нет. Если я просто... Понимаете, понимаете... Здесь вопрос именно. Адон отсказывает внимание, что есть ли нет картинок. Так вот, нет, нет. Вот я как раз говорю, если собака видит сон, и он для нее является данными, которые заставляют ее дергать лапкой. И производить такие действия. Но это значит, что... Когда мы спим. Это значит, что... Вот, когда мы спим, да? У нас нет сознания. Мы продуцируем данные. Понимаете? Но это не сознание. Да. Это другая история. Нет. Понимаете? Вот... Мы же спорить от терминок. Давайте использовать от терминок. Нет, 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 нет. Это не от шеи. Подожди, это не спор от терминок. Сказать, что хочешь. Сказать вообще, что хочешь. Я еще не решил, подожди. Если как бы... Если бы сон был просто наблюдением за вот этим нечто, то он бы не мог приводить к каким-то последствиям физиологическим. Вы согласны с этим? Ну, потому что, как бы, наблюдая за этим... Я вас здесь... Я знаю, что здесь очень... Во сне, как мы ее перерабатываем... Мы перерабатываем отсюда. Нет, во сне... Просто мы их продуцируем. Нет, мы перерабатываем эту картинку. Нет, нет, нет. Подожди. Во сне мы продуцируем данные, перерабатываем их и параллельно наблюдаем. То есть, так же. Вот. Вот так. В фильме существует нечто похожее... Есть ли собака или кошка? Не все похожее на изоморфизм между тем и этим. Изоморфизм-то есть? Между чем? Между двумя твоими прямоугольными черными-черными. Как они их называют? Параллельно-черными черными. Да, да. Ну, есть как бы... Если здесь есть какой-то алгоритм перевода, то он, конечно, есть. Ну, то есть непонятно, изоморфизм или он, но что-то в этом духе есть. Ну, понятное дело, да. С этим как бы никто не спорит. Вопрос в том, что отношения к этому, в общем, фактически отсутствуют. Это просто перерабатывается. А здесь есть отношения. Если там собачка видит сон, мы не можем сказать... То есть если собачка дергает лапкой и за кем-то охотится, мы не можем сказать, видит она сон, в смысле картинки отношений. Или просто есть некие данные, которые подаются ей на корку и приводят к дерганиям и прочим. Согласен. Согласен, да. Вот. То есть вопрос, есть ли у нее сознание, таким образом не решается. Но не отрицает. Ты сознание это сузил, ты вот до целого персофсивного поля, да? Не, не, не. До отношения, до способности отнестись. Понимаешь? Ну, до самосознания. Нет, нет. Самосознание, это способность, это вот ты здесь увидел свой образ, себя как бы как-то идентистировал, это другая. То есть проблема как бы состоит в том, что действительно у трудной проблемы сознания нет решения, потому что в той концепции вот этой... А напомните, что такое трудная проблема сознания? Зачем картинка выражается? Зачем кину вот это? Зачем показывать? Если мы используем метафору автомата или философского зомби, если мы стоим на материалистических, реалистических позициях, то эта картинка является феноменом. Она нам не нужна. Все обрабатывается мозгом, и мы действуем. Да, да, да. Это так и есть, да. Она не нужна. Но вопрос ведь в том, что... Мы видим, что она... Гипотеза... Нет, ну мы просто... Мы видим, что мы можем относиться к кому-то сами, да, к каждому. Мы знаем, что есть отношения. Вот. И важно что? Почему мы считаем, опять же, подверстывая это все под какой-то биологизм, что если что-то есть, оно должно быть зачем-то нужно, да? То есть, возможно, как бы вот особенность человека с его сознанием, это, ну, скажем так, это какой-то дефект генетический, это какая-то ошибка, это больной организм, да, который не просто перерабатывает все как есть, а который еще продуцирует вот это вот кино и сам же к нему относится. И замечу, что все-таки, как бы, если мы будем дальше думать, мы поймем, что наличие вот этого сознания, оно не... Беспоследствия... Все-таки какая-то здесь обратная связь, да, вот, как у Игоря было примерно с памятью или с чем-то, какая-то присутствует, он как-то подстраивает это дело здесь. Но все это возможно, да, только тогда, когда возможно отнестись. Конечно. Отнестись не в смысле просто перерабатывать, а в смысле... То есть в этом и смысл вот этой картинки, что должно быть к ней отношение, и отношение во времени. Да. То есть, действительно, если говорим мы о реакции на какое-то воздействие, ну, летит камень, нам эта картинка не нужна, потому что мозг чаще всего реагирует быстрее, чем построит эту картинку. Даже когда проводятся опыты, когда летит шарик и боргает свет, и засекается момент, где потом по фотосъемке оказывается, что мы видим его там, где он должен быть, а не там, где он есть. В этот момент. Поэтому картинка запаздывает. Но для чего-то она нужна? Для последующих действий. Для того, чтобы запомнить, что летел камень, скажем так. Ну, видите, на самом деле, вот эта возможность отношения, да, это возможность свободы. То есть мы здесь таким образом можем не замечать камень, мы можем его игнорировать, мы можем его исключить отсюда. То есть мы... Сами сознательно... Ну, сознательно, несознательно, по-разному. Во всяком случае... Ну, не знаю я. Здесь возникает... Можно религиозную картинку построить, да? И потом камни по кругу бесы, там, и прочее. Ну, как? Нет. А он тебя уничтожит. Вот. Но люди до последнего момента, да, игнорируют камень, пока он их не уничтожит. Нет, почему? Это как бы нормальная практика. Самоубийство-то никто не отрицает, же, правильно? Не, не самоубийство. В общем... Хорошо, в общем... Самоубийство. Ну, я не знаю, я слышал о таких людях, конечно. Ну, мой следующий доклад, который хочу сделать, про блондинок. Что такие люди, я слышу, что такие существуют. Примерно про это я сейчас и говорю. Вот. Ну, то есть я к тому, что вам, если вы хотите говорить об этой ситуации, не обойтись без понятия сознания, не как кино, которое дано, а как... То есть проблема не в том, что есть кино, а проблема в том, что... Оно дано. Да, вот. Что есть зритель. Я определяю... Я говорил, да, что есть зритель. Вот. Поэтому я и говорю, что сознание — это данность. Безданность здесь невозможна. Именно как дано. Именно то, что ты понимаешь, что дано, и дано. Поэтому это... Как бы... Без этого быть не может. Ну, видишь? Картинка безданности — это ничто. Но она и есть данность, да. Она и есть данность. А что ты хочешь сказать по поводу этой справедливости? Я хочу сказать, что как бы вот все споры, да, мне кажется, таким образом разрешаются. То есть если мы говорим именно про вот это отношение, про то, что оно проблематично, непонятно, как оно возникло, так сказать, логически, биологически, как вообще что-то можно относиться к чему-то. Вы понимаете, что это как бы не происходит на уровне автомата, да? То есть это что-то другое уже. Но это единая система. То есть не может картинки безданности, и данности без картинки. Поэтому это и есть все сознание. То есть здесь не нужно говорить, что вот это сознание. Ну, сознание вот это делает именно это. Потому что если туда поставить картинку, никакого сознания не будет. Поэтому вот это является тем, что как бы это все ситуацию превращает сознание. Это наделено еще вниманием, выборочным. Нет, просто аксацией. Вот это отличает, ну, так сказать, человека от автомата. То есть автомат... Вот как... Автомат вообще нет в этой картинке. Не картинки. Картинку как бы можно было бы... Понимаете, вот один из выводов, вы можете построить свой автомат так, что... Ну, он бы не было поставить. Что да, что будет сделан экран. На него некому будет смотреть. Да, понятно, но кино-то он показывает автоматически. Ну, вот он бы показывал автоматически, да. Но некому было смотреть, и он бы не относился к нему. Я относился, да. Все правильно. Нет, ну, тут правильно заставить проблему. Мы просто говорили, что ваше предотделение, что это перцептивная картинка, наверное, нам просто... Вопрос не в том, как... Просто не полно, а просто как бы... Вы называете сознание перцептивным полем, понимаете? А поле, как бы, его можно организовать у автомата. Вот, сделали, организовали такое поле. Я же всегда говорю слово «дано». Я же не говорю, что в соседней комнате... Мы же раз не пытаемся уличить. Мы говорим, что вот это отношение существенное. Конечно, существенное. Как же? Без него и быть не может. Но просто его, его как таковой определить нельзя. Нам даны... Вот то, что на картинке нам дано, а само это отношение не дано. В комментариях я почитал... В самосознании, может быть, как бы... Нет, не в самосознании. То есть, в любом случае, нам дана вот эта данность. Но сверху посмотреть на эту данность, еще свыше подстроить, мы не можем. Нет, сознание... Вообще, самосознание, самосознание обычно определяют как раз как сознание-сознание. Нет, сам... Но всегда, когда мы говорим о самосознании... И начинаем... Самосознание, а не сознание автомата. Вот. Когда мы говорим о... Я имею в виду, что... Нет, а вот Игорь, господи, Александр говорит, что невозможно встать на уровень выше и как бы посмотреть на сознание как бы со стороны. Я говорю, что самосознание именно это и делает. Оно схватывает данность, как бы, отношения как отношения. Вот сейчас мы это обсуждаем, что об этом... Да, мы же видим его. Мы его как... Ухватили же. Ухватили. Мы же не сваливаемся, как бы, в понимание. То есть, допустим так, у нас убралась картинка, и нету этого отношения. Нет, без картинки отношения не может быть. Не может быть. Но когда мы наблюдаем всю ситуацию, мы можем увидеть в ней именно отношение. Понимаете? Мы можем эксплицировать его. Но оно... Нет, оно и есть. То есть, мы не можем его выделить как объект. Ну, естественно, нет. Так я поэтому... Поэтому я и говорю, что сознание не есть объект, а структура соотнесенности. Именно поэтому я и называю. Это, понимаете? И вот против грамматического... Чисто грамматически, логически, я не могу принять это определение. Вот это структура. Раз, отношения, два. Здесь может быть все что угодно. Здесь может быть все что угодно. Это структура нарисованная. А само сознание не структура. Не может быть структурой. Почему? Потому что структура подразумевает объектность. Нет. Ну вот еще раз. Вы сами сказали, что сознание это все в целом. Это не отдельное это, и это не отдельное... Да, да. Но это и есть структура. Это раз, два, три. Раз, два и отношения между ними. Вы только что перед этим говорили об определении. Он не дает определения никакого. Он показал вам, что он судьбилил. Вы поняли это. Структура, структура, да, это элементы, которые находятся в отношении. Вот как бы определение структуры. Это набор элементов, стоящих в каких-то отношениях. Что-то противостоит чему-то. Понимаете? Вот раз, два и отношения между ними. Вот структура. Ну, но с точки зрения и х это структура определенности, это про... Соотнесенность. Это непрогат. Потому что это не есть определение. Я говорю про сознание, что это некое пространство. Ну это как бы просто другое понимание. Ну понимаешь? Не, не. Я не согласен, потому что вот пространство вот там. Понимаешь? Нет, нет. Это включено туда. Это не включено. А у нас там нет. пространство не в смысле картинки, а именно в смысле соотнесенности потому что там может быть не картинка, там будут мысли твои так это понятно, как ты пространство преобразуешь в соотнесенность? ты пойми, пространство это нечто объемлющее, там можно занять место правильно, и ты в нем сам себя занимаешь место, ты в своем пространстве сам занял место где там отношения? ты как карта, ходишь, вот здесь вот это лежит, здесь вот мысль лежит, здесь лежит, доходит твой дом и все, это положено, здесь твое чувство и все расположено ну значит вы оба используете неправильное определение, у вас перцептивное поле совпадает с твоим понятием да, с твоим пространством это не перцептивное поле, а что же еще? а что же еще? потому что туда внутрь инкорпорировано соотнесенность как? в виде чего? ну в пространстве, может быть, что? пространство занимается место смотри, еще раз говорю, пространство это не место, просто это конфигурационное, а конфигурация некая, структура некая причем из места нет, тогда ни слова пространство нельзя использовать вы понимаете, только что говорили, определение нет правильно определения, теперь нельзя Если вы говорите пространство, то это есть вполне определенное понятие. Если в пространстве что-то есть, что-то есть в пространстве. Еще раз говорю, что у вас какая-то странная философия отношений. Философия – это не внешнее дело. Я внутри него. Изнутри я, как вы говорите. Я говорю о понятии пространства. Нельзя в философии рассуждать внешним образом. Вы пытаетесь рассуждать какой-то внешний пространство? Мы не об этом заглянули, Булат. Мы о пространстве. Понятие пространства. Но Булат пытается избежать выделенной точки субъекта. Он не хочет, чтобы был субъект, который относится к некоторому кино. Он хочет, чтобы внутри пространства все соотносилось со всем. И это будет ситуация сознания. То есть, там не просто я отношусь к кино, но внутри кино вещи соотносятся друг с другом. Конечно, да. И вот эта вся система, структура соотнесенностей, он называет это… Да, да, да. Он сам называет это сознанием. И вот… И вот… Я с вами не согласен, потому что даже как бы, если внутри этого пространства есть вот эти множества соотнесенностей, и я там, как соотнесенный со всеми присутствую, то все равно существует нечто внешнее, трансцендентная позиция, с которой соотнесено… И она инкорпорирована внутрь. Она так инкорпорирована, что она и во вне. Во вне ничего нет. Все внутрь. Имманентность полная. И это возможность этой позиции также инкорпорирована внутрь. Ее как угодно можно называть. Абсолютно. Вот разные позиции. То есть три разных позиции. Да нет. Не три разных позиции. Просто три разных разговора об одном и том же. Нет. Ну ладно. Пускай об одном и том же, но три разные позиции. Ну, по крайней мере, мы выработали некоторый консенсус здесь. Я думаю, это хороший результат. Осталось, значит, что все-таки умвельт – это не вот это. Увельт – это вот это. То, в чем мы живем. Мы живем-то вот это. Такого электрона тогда его нет? Вот есть в чем-то что-то. То есть нет соотнесенности вот этой, а вот это есть. Ну, нет, нет. Электрон, он не будет отбирать данные по принципу наличия или отсутствия там, не знаю, сильного взаимодействия. То есть, допустим, вот некий универсум, в котором вот это вот данное для всех одинаково. Ну, вот. Электрон здесь вырезает что-то. Да. То есть он вырезает, и вот эта вырезка, она вот здесь. У него здесь этого нет. Нет. У него есть только это. И вот это умвельт. Я это и называю. Зачем? Вы сюда его перетаскиваете? Он уже вырезал здесь. Это только у нас есть. Понимаете? У нас есть только. У нас добавляется еще это. Вы правильно говорите, Валик. У нас людей. Да, да, да. Потому что весь ваш тезис состоит, что сознание есть у всех. Ну, потому что вы это перетащили сюда. Ну, да, он вырезал здесь это, а тот вырезал это, а тот вырезал это. Ну, да. В этом смысле у всех есть умвельт, и он разный. Вот. Значит, нужно скорее всего делать так, что вот это, то есть он на что-то реагирует. Ну. Да. То есть у нас это может быть и есть еще соотнесенность, а у электронов нет этого соотнесенности. Да. В принципе, вот этот вырез, наш тоже тот же вырез какой-то. Ну. У нас же тоже. То есть у нас есть вырез. И скажем так, к нашему умвельту добавляется еще и. То есть вот это не умвельт у нас, понимаете? Вот о чем идет речь. Нет, нет. Дело в том, что у нас добавляется к нашему. Не умвельт, знаете почему? Потому что мы вырезаем по большому кругу, а сюда попадает очень мало. Вот сюда не попадают ни наши электрические взаимодействия, что и все. Но мы живем вот здесь. Это вопрос. А это вопрос? Это вопрос уже как бы именно определение? Где мы живем? Нет, нет. потому что. Умвельта нашего излета? Все таки сознательно мы живем где-то, то есть, что нам в каком мире. Познательно. Скажем так. А, вот здесь хорошие слова. Существует. Что для нас существует? Для нас существует умвельт? Как то, возможно на нас , влияет и для нас существует... Умвельт только то, что нам в сознании не существует. Но тогда для электронов вообще ничего не существует. Понимаете? Два подхода. Для меня, что существует Это умбельт и это сознание А для электронов, а вот это не существует Ничего, вот это не существует Так и для электрона не существует Для электрона не существует А существует вот это А у электрона вообще ничего не существует для него А для нас существует Это разные терминологии Это если сознание у электрона Ну, в общем, видно, что его нет Его нет, поэтому и умбельт У него нет Умбельт у него есть Он действительно вступает в определенный набор взаимодействий Он чувствует мир в определенном регистре Ни регистров, ни электронов, ничего нет Ну, как тебе сказать Естественно, эти формы наши И мы как-то вырезаем Нет, там никакие формы Но здесь-то Исходный данных, ты с ними вообще не сталкиваешься Нет, мы с ними не сталкиваемся Но здесь же стоят какие-то фильтры Понимаешь? Очень хорошее различие Будьте просто справедливы Он провел очень четкое, хорошее различие Очень понятно, что такое Умбельт Меня хвалит, ну ладно Мне очевидно Что ваш Умбельт это как раз то, что вырезали Нет, мой Умбельт, а не мой Умбельт Это ваш Умбельт, но не мой Умбельт Я тоже имею право на свой Умбельт Если вы просто начинаете с электрона и с муравья То почему бы и нам не приписать То же использовать Вот вы слово Умбельт начинаете использовать в определенном смысле С электронным и муравьем Но продолжайте в духе вашего предыдущего доклада Придерживаться того же определения и у человека Так же его использовать А здесь, видите, просто другое слово Значит, я неправильно, не точно дал определение Умбельт вообще не из этого опера-рассказа Ну почему бы не использовать это слово, да? То есть, ну, Александр, скажи, будем использовать какое угодно Ну, слово хорошее Я считаю, что, ну, как бы, полезное Проясняет разницу? Да давайте вернемся все-таки Умбельт это разговор из мира вещей Здесь нет Ну, неважно, Игорь Это внешний разговор из вещей То есть я вот так Да, да, из мира вещей Нет, нет, это все понятно, что это внешний разговор Там даже вечности нет, ладно, что нет вещей Да, ну и что, что нет вечности? Там пространство, нет времени, нет ничего Да это неважно, потому что разговор возможен Нет, вот, Антон, время и пространство Это принадлежность Не спорю Не спорю А время и пространство есть для электрона? Для него есть что-то Что он вырезает, понимаете? Вот он по миру, как бы, вырезает то, что он способен переработать И можно это назвать? Вот, и да И то, с чем мы взаимодействуем То, с чем он не взаимодействует Это к его миру не принадлежит Не принадлежит Вот если летучая мышь делает эхолокацию У нее вот в этом виде, в котором мы не можем себе представить Она видит мир И для нас нет ультразвука, да Мы его не слышим, не видим Можно прибор взять? Это прибор, нет, это прибор Можно, да Поскольку мы все-таки разумные люди А для электрона тоже что-то дано, что-то не дано Почему вот то, что дано одним Вы помещаете вот на этот экран А для других вот прямо отсылаете Я как раз говорю, что вот здесь происходят какие-то членения Этому дано одно, этому другому Я не могу сказать, что дано электрону Когда я говорю, что ему дано только электрическое взаимодействие И магнитное, естественно Магнитное и гравитационное, естественно Я использую наши категории Что делать нельзя Поэтому я не говорю этого Я говорю, что электрону дано что-то Вот И он реагирует не на все, а на что-то Муравей реагирует не на все, а на что-то А то мне только изоморфизма в мире А мне не нужен заморфизм Электрона там нет, просто вообще нет И все Нет электрона Вот объект Объект Но если как бы автоматы есть Автоматы Вот автомат Вот один автомат Реагирует на что-то одно Другое на что-то другое Этим отличается их мир У одного один мир Он как бы реагирует на это У другого другой мир Мы реагируем на свой мир Но при этом Вот Умбельт В нашем умбельте нет Вот этого Ну если это умбельтом называть В нашем мире В нашем мире Нет вот этого ультразвука Да, ну если там Мы не начинаем прыгать с этих Там нет ультразвука Нет, здесь Здесь Там его подвинения нет Там и быть его не может Там его быть не может Все что есть там Оно же оттуда берется Ну не то что там Понятно, что они не совпадают Не надо детским садом заниматься Естественно, что здесь нет того, что есть здесь Но я говорю, что если Если здесь чего-то нам не дано, это не значит, что здесь мы не придумываем что-то такое. Ну, то есть, еще раз, если мы вот здесь придумали ультразвук, который с нашей точки зрения дан машине под названием летучая мышь, а нам не дан с нашей точки зрения вот отсюда, то это не значит, что, будучи не дан нам, он не мог появиться здесь. Понимаете, да, вот сейчас? Ну, это так, сон пронесом, понятно. Нет, нет, не сон пронесом, а вот, еще раз, как бы, мы мыслим автоматом себя, мы мыслим автоматом летучую мышь. Мы имеем вот эти понятия, мы говорим, есть ультразвук, вот отсюда, да, взяли его. Не можем, да, не может он там появиться. Вот, да, он уже здесь появился. Я не говорю, противоположен твоему голову. Так ты говорил, что изоморфизма нет, а сейчас ты говоришь, что он есть. Не может он там появиться. Почему? А почему он должен появиться там? Нет, ну это же некий первичный, как бы нестрогий разговор. Он, это вы пытаетесь как бы показать нестрогим. Понятно, что можно придраться, там, какой-нибудь раз звук на входе. Я просто хочу сказать, что разговоры об электроне, о их сознании электрона, то есть, собственно... Ну его Александр начал, я хочу его закончить. Он к этой кардинке не имеет никакого значения. Ну вообще, постараюсь. Ну вот, вот, получился электрон, понимаешь, вот, все, вот электрон. Ты согласен с этим, что это электрон? Где у тебя получился? Вот электрон, вот без этого. Это электрон? Что? Ну вот это вот электрон? Хрен его знает. Ну, блин, ну, что ли скрин его знает? Я нахожусь. Нет, я нахожусь. Электрон есть только вот так. И для нас это так. Ну, понятно, но если есть вообще что-то, да? Если есть вообще что-то, да? Если как бы можно... Вот, если что... Нет, нет, нет. Важно, что, важно, что... Да, но картинки есть, конечно. Нет. Нет, но важно, важно, что, важно, что, как там Булат любит вспоминать этого канта, да? Вот. Есть такие вещи, как живые организмы, которые внутри нашей картинки, мы наблюдаем, что они сами себя удерживают. Не мы как бы их там собрали И их цельность как-то поддерживаем Они сами себя удерживают Как некое целое Как некий автомат Вы там можете пытаться разлагать Думать, а может быть отдельно ножку А отдельно хвостик Но почему-то вот так перестает С трудной проблемой сознания Все-таки Зачем она картинка? Так она незачем Сам постановка вопроса Может быть сознание это болезнь Сама постановка вопроса Она из мира машин Понимаете, вот в мире машин Если как бы что-то есть Оно чему-то сложит и ведет к каким-то последствиям Если мы говорим о научном последствии С того, чтобы учиться Чтобы можно было обучаться Ну вот обратную связь я предположил Но мне кажется, что это Неудачное объяснение А может есть другая позиция Потому что было кому воспалять Бога Ну да То есть Бог придумал одну машину, которая еще как бы Вот я остаюсь на эволюционных Я считаю для того, чтобы быть плохим автоматом Чтобы ломаться То есть нужна возможность поломки Без этой картинки невозможно мышление Да, невозможно поломаться Мышление невозможно, я считаю Нет, 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 ну вот Смотря что мы понимаем под мышление Если в вашем смысле как Это умное заключение некогда Переход от одного Компьютер может делать Влад, нет, не мой Вопрос не в локальном Вот я мыслю В любом случае мысль дана в сознании Мысль дана Получается животные Есть Что? Животные как-то Тоже мысли, да Значит у них сознание есть Не, не, не Просто понимаете Если Компьютер Компьютер можно заложить Силогистическую программу Которая будет на входе подаваться Одни утверждения Это не мышление Ну это же процесс выведения Из задних утверждений Других есть А я не называю мышление Это не мышление Ну вот это вопрос определения А вот когда что-то дано Когда что-то дано Понимаете? Когда уже дано Это уже не мышление, а сознание Если вам мыслить Мысль, да Если мысль не просто протекла И к чему-то привела А если она вам дана То это не важно Мысль дана Или образ Или объект Или бог знает что Здесь это уже все происходит в сознании Понимаете? То есть когда вы говорите Что мысль нам дана Это не заслуга мышления А заслуга сознания Сознания, да Вот поэтому как бы Сознание Сознанием А мышление Мышлением Просто у тех нет Обладать мышлением на входе Вырезается то, что соответствует мысли И соответственно протекает Все в этом Как видим Ну да Но это когда В кишине самой есть некая способность Которая вырезает Когда мы говорим Об аналитической философии Которая является философией отражения В максовском Веденецком смысле Но мы-то говорим Не о философии Не о аналитической философии И не о философии отражения Ну ты же сам строишь Такие схемы Схемы Я строю отражения Это не строю При всем при этом Она является у меня Теория отражения Вот ты не поверишь Ну а мне что является Развитие Вывод по-моему Являясь Когда появляется Трудные проблемы То она сразу же и становится Почему? Потому что Потому что там Какие-то куски в мире Оказываются Это просто термин Который был Александр Удачный Но я его не люблю Я вообще не понимаю Смысла Ну почему? Ну еще раз Есть же как бы Какая-то мощность Вот этого множества Ах-то фиг его знает Что там есть Ну не знаю Ну может быть больше Может быть меньше За пределами автомата Ну за пределами Он может быть один Другой, второй, третий Он разный Ну это вот такой Внешний разном Он внешний Да, внешний Предваритель Потому что Если мы смотрим на муравья Мы смотрим на него снаружи Ну вот вы все Александр верите Что муравья может быть сознание Нет Ну так как раз Я говорю что у него нет Потому что ему недостаточно Было бы иметь Как бы Картинку строить Понимаешь Исходя из этих данных Картинку строить Недостаточно Ему нужно было бы Еще на нее смотреть А вот этого он не может Муравей как бы Не может Не то чтобы Спорицировать На экран Какой-то внутренний Все свои Эти переживания А он не может На них смотреть Сознание может и есть А может точно нет У Элитона Очень как бы сложно понять Вот я смотрю на дерево Иду на дерево Дерево мне одно в сознании И лошадь идет на дерево И если в этом отличие Она что не видит этого дерева Как автомат Ну а машина идет на дерево Машина Датчик пустила Там препятствия Обогнула Машина Машина по датчикам Движется действительно Вот запрограммирована Скоро без водителя Я думал, что-то конечно У нее все-таки есть Котинка Да Ну Собачки Ну Что-то и дело Что животных Животным обычно Животным Не муравьям конечно Да Вот Животным обычно Приписывают сознание Ты недоцениваешь муравьев Ну хорошо Сознание дает Им не дают Бессознание Им самосознание Не дают Дело же не в картинке На самом деле А дело в том, что вот это отношение Отношение Может быть картинка Если отношение Есть только к картинке Не может отношение Без картинки быть Не, ну отношение Как бы к чему-то Понимаете Может быть у них И не картинка Вот Мы как бы привыкли Что этот образ у нас Что вообще зрение На первом месте стоит Да Или кино Ну в том-то и дело Что-то дано Что-то дано Что-то дано То есть Давайте сходим А здесь он не может К нему К этому что-то дано Ну если дано То уже это есть отношение Ну пула Да нет Ну нет У вас нет Это бесконечные вещи, это разговоры внешние? Нет, потому что он может просто это пожрать вот так же, как и тот, понимаете? Ему будет что-то дано, в том смысле, что он это переработает и пойдет дальше. Да, в организме есть какой-то процесс, он происходит как-то, но участвует ли обратная связь? Есть кто-то, наблюдает ли этот процесс кто-то? Может, все происходит, а может и картинки как-то прокручиваются. Но отношения к этой картинке у него нет. Я не понимаю, картинка есть, отношений нет. Я говорю, даже если предположить, что она есть. Пошли, да, потом по четвертый раз, по-моему. Ну, зато все все поняли. Кто как, ну ладно. Нет, все поняли, все согласования, понятно, что нет. Мне просто Антон как-то красиво показал просто, достаточно просто, что вообще... Вот это здесь, это там все. Больше не путаем. Ладно, давайте паузу и дальше про Владимир. Видите, что, вместо того, что спорить о фильме, достаточно было нарисовать картинку.